В эфире Панорама. Здравствуйте! О главных событиях в регионе в изложении журналистов телекомпании «Юнион» в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске смотрите. Скандальный ремонт. Сегодня в Донецке презентовали план реконструкции театра оперы и балета. Чем возмущена общественность, расскажет Ольга Шилкина. Без кондукторов и без автоматов по продаже билетов. Такая ситуация на главном маршруте Донецка. Как заплатить за проезд и когда заработают терминалы, узнавала Светлана Киктева. Ливни и грозы. На Донецкую область надвигается стихия. Готовы ли коммунальщики противостоять капризам погоды, узнавал Александр Блиников. Скандальный ремонт. Сегодня в Донецке презентовали проект реставрации театра оперы и балета. Архитекторы собираются изменить цвет зрительного зала с красного на лазурный, улучшить акустику, а сцену сделать раздвижной. К тому же в планах к основному зданию сделать пристройку. Этот факт возмутил общественность и независимых архитекторов. Почему, расскажет Ольга Шилкина. Театр, которому больше 70 лет, стал слишком мал для труппы, рассказывает его художественный руководитель Вадим Писарев. Его подопечным не хватает гримерок и залов для репетиций. Говорит, это все сказывается на качестве подготовки к спектаклям. Когда административные цеха все выйдут в другой корпус, тогда у нас появится больше раздевалок. И наконец-то раздевалки будут с туалетами. У нас одна душевая на весь коллектив. Ключевым вопросом презентации стала пристройка. Ее собираются возвести со стороны бульвара имени Пушкина. Там разместят подсобные помещения, которых не хватает артистам. Эта новость спровоцировала скандал. Представители общественных организаций, которые тоже участвовали в обсуждении этого проекта, уверены, такое вмешательство недопустимо, может лишить театр статуса памятника архитектуры. Согласно закону Украины про охрану памятника культурной спадщины, смена памятника культурной спадщины заборонена. Говорить о том, что реставраторы непродуманно сделали пропозиции в проекте, очень продуманно, очень деликатно. Архитектор Валерий Шамраевский более аккуратен в высказываниях, но необходимости нарушать целостность театра тоже не видит. Вот черное где-то, будем так говорить, темное пятнышко, а это идет увеличение. То есть мы захватываем территорию, выходим немножко, то есть приближаем к пешеходной части Пушкина, приближаем эту пристраиваемую часть. Не в полную силу сказано о пристройке. Это действительно может возникнуть вопросы о видоизменении облика и несколько изменения фасада Бульвара Пушкина. Собираются дополнить и фасад здания. На крыше будут установлены скульптуры древнегреческих мус искусства, а на боковых фасадах разместят фрески. В общественных организациях говорят, что это тоже недопустимо. Она как минимум взяла Грецию, она взяла Барокко, она сообщила, что ампир она подкорректирует и она его называет соцреализмом. То есть в архитектурных стилях люди не понимают вообще, это не театр, это поезд. Кроме пристройки кардинальные изменения ожидают зрительский зал и сцену. Сидение и цвет стен собираются изменить из красного в лазурный. Кроме этого, сцена в театре Донбасс-Опера будет трансформироваться. Это поможет менять декорации и ставить постановки, которые до этого были технически невозможны. Председатель областного совета не скрывает, здесь понадобится финансовая поддержка всех уровней. Потому что такой масштабный проект мы одни сделать не в силах. Поэтому я думаю, что только объединяя усилия всех видов бюджетов мы сможем реализовать этот проект. Общественная организация «Союз строителей Донбасса» обещает выяснить все нюансы. А для этого они уже готовят обращение в администрацию президента Украины. Чтобы дали компетентную оценку проекту. На реконструкцию театра оперы и балета планируют потратить 120 миллионов гривен. Но пока на это не выделили ни копейки. Поэтому, когда начнется ремонт, и тем более, когда он закончится, говорить никто не берется. Ольга Шилкина, Роман Фролов, Панорама. Несправный донецкий терминал отремонтируют через несколько дней. К наладке оборудования по продаже билетов для общественного транспорта приступили поставщики этой техники. Напомним, с начала июня со второго донецкого маршрута убрали кондукторов. Планировалось, что купить талон для проезда можно будет в терминалах. Сегодня все они не работали. Светлана Киктева видела последствия такой поломки. Воспользоваться терминалами для продажи билетов пассажиры второго маршрута сегодня не могут. Все четыре аппарата выключены. Из-за дополнительной работы водители не укладываются в график, рассказывает Анатолий Ломов. За вчерашний день он продал полтысячи билетов. Сегодня уже по одному и два мы это само торгуем и вообще мы с самого утра уже сбились на 15 минут. Раньше из-за потока машин опаздывали, а сейчас опаздываем из-за того, что продажа билетов. За наличием билетов у пассажиров следят контролеры. Только на этой остановке в присутствии нашей съемочной группы одновременно работают четверо проверяющих. 30 гривен за безбилетный проезд пришлось заплатить Сергею. Я не знал, что нет кондуктора. Я надеялся купить троллейбус. За парня начали заступаться знакомые. Зачем ты деньги отдаешь? Где он будет билеты покупать? Водитель по 4, пока что мы по 10 штук продаем. Какой водитель? Какой водитель? Что за троллейбус? А что я не знаю о том, что водитель? Ну как это, интересуетесь? Это должно быть объявлено. Это билет еще на ту неделю. Потому что только на судгородке есть один будочка стоит. Только на судгородке больше по маршруту их здесь нет. Я просто заранее купила и просто прокомпостировала. Больше их здесь нигде нет. Кроме водителей, билеты продают в киосках. На втором маршруте их семь. Об этом рассказали в трамвайно-троллейбусном управлении. Купить талоны можно возле жидовокзала, в районе библиотеки Крупской, возле 20-й городской больницы. С вчерашнего дня, да, на очень много. Если я продавала тысячу полторы, то вчера я продала три тысячи талонов, а сегодня даже больше. Несмотря на неработающие терминалы, приобрести билеты для проезда на втором маршруте пассажиры могут без проблем, рассказали в трамвайно-троллейбусном управлении. Почему автоматы пришлось отключить, объяснил мэр Донецка. Реализация разовых билетов в автоматах началась с 1 июня 2013 года. И уже мы имеем в автоматах спички вложенные туда, картонки, пластилином заклеенные и так далее. Я думаю, что мы это все пройдем. Сегодня наладкой терминалов для продажи билетов занялись поставщики оборудования. Когда аппараты и киоски будут работать одновременно, приобрести билеты для проезда можно будет в 11 пунктах, то есть на каждой второй остановке. Светлана Киктева, Кирилл Иванов, Панорама. Ливень, град и шквальный ветер. На Донецк надвигается стихия. В прошлом году коммунальные службы города оказались не готовы к капризам погоды. Ожидать ли в этот раз катаклизмов и как себя вести, если не Настя застала на улице, узнавал Александр Блинников. Дождливую погоду под угрозой подтопления в первую очередь оказывается автостанция «Центр». Она находится в низине, поэтому вся вода стекается туда. В прошлом году заливало так, что некоторые передвигались на лодках, вспоминают очевидцы. Ливень был такой, вроде как небо разверзлось. Поток был здесь на автостанции такой, что покрывало колеса у машины. Ливненки работают хорошо, даже осеннее дожди были вот здесь вот на въезде. Кстати, это самый хороший поток, что вон у нас все уходило. К машинам плавали, раздевались и плавали к машинам прям. Холодильники, да, вот в этом киоске тоже плавали. В дорожном ремонтно-строительном управлении заверили, а надвигающиеся стихии знают и уже бросили все силы на подготовку. Наша съемочная группа застала за работой коммунальщиков на проспекте Мира. В этом году подтоплений не будет, пообещали рабочие. Инструментом, лопатами, вилами прочищаем колодцы, ливневые колодцы, чтобы нормально принимало воду. Чтоб наш город был чистым. Мы всегда это делаем профилактикой и чистим все ливневки и колодцы. Чтоб не было, как в других странах, городах, где топятся. У нас такого не было и не будет никогда. То, что мы всегда проводим прочистку. По прогнозам метеорологов, ухудшение погоды начнется завтра и продлится до конца недели. Сильные дожди в эту пару года свойственны нашему региону, рассказала Марина Лукьяненко. На завтра мы ожидаем грозы, дожди. Местами может выпасть град. В дальнейшем сохранится дождливая погода. Кратковременные дожди. Местами сильные. Температура будет достаточно комфортная. Около 15 ночи градусов и днем 22-24. К стихии готовятся и спасатели. Личный состав и техника на готове. Дончанам напоминают, если же гроза застанет на улице, то не стоит говорить по мобильным телефонам и слушать радио. Во время грозы самое необходимое, это лучше всего укрыться в капитальных зданиях. Это могут быть жилые дома, могут быть любые магазины. Ни в коем случае не нужно укрываться на остануках общественного транспорта, под какими-либо отдельно стоящими деревьями, под всевозможными рекламными счетами. Спасатель добавляет, если гроза застала дома, то необходимо отключить все электроприборы от сети, чтобы избежать коротких замыканий. Также стоит объяснить детям, как вести себя в ненастную погоду. Александр Блиников, Василий Дмитриев, Панорама. Как восстанавливать углегорскую теплоэлектростанцию после пожара? Платят ли ее сотрудникам зарплату? И когда предприятие возобновит работу? Эти и другие вопросы обсудили сегодня в Светлодарске. Выездное совещание провел министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. После обсуждения министр ответил на вопросы журналистов. Екатерина Пороханяк готова рассказать об итогах совещания. Она напрямую, телефонной связи со студией. Екатерина, когда восстановят углегорскую ТЭС и что по этому поводу, сказал министр? Первые и четвертые энерговлоки сгоревшей углегорской теплоэлектростанции планируют восстановить в июле этого года. Еще два энерговлока обещают запустить к 1 марта 2014. Сейчас работники ТЭС разбирают завал, оставшийся после ЧП. Началась уже и установка нового оборудования. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий отметил, что на то, что станция заработала, ориентировочно потребуется более 100 миллионов гривен. Но точную сумму пока назвать не готовы. Украины Эдуард Ставицкий подчеркнул, на восстановление станции задействованы все ее работники зарплату и выплачивают стабильно и в полном объеме. Спасибо, это была Екатерина Параханяк с последней информацией о восстановлении углегорской теплоэлектростанции после пожара. Об этом подробнее мы расскажем в завтрашних выпусках Панорамы. Украинских туристов призывают отказаться от поездок в Турцию. С таким обращением выступили представители Министерства иностранных дел. По сообщению ведомства, в массовых беспорядках в Средиземноморской стране погибли два человека, несколько тысяч раненым. Столкновения протестующих с полицией начались на востоке Турции и уже добрались до курортных городов. Как донецких туристов предупреждают об опасности, выясняли мои коллеги. Массовые драки, крики о помощи и слезоточивый газ – таким центр Стамбула запомнила Елизавета Краевская. Около двух недель назад девушка вернулась из отпуска. Вспоминают, улицы города перекрыты. Повсюду дежурит полиция в противогазах. Видели, как бегала полиция туда-сюда, видели противогазы, там эти все биты, все такое. И чуть-чуть попали на этот перечный газ, чуть-чуть дыхнули. Сразу слезы, сопли, горло дерет. В Анкаре там просто эпицентр сейчас. У меня подружка рассказывала, там просто могут бросить камень, камнями забрасывают автобусы. Акция протеста началась в Стамбуле. Жители города выступили против сноса здания и парка на главной улице. Сейчас демонстрантов поддержали в столице и других провинциях. В массовых беспорядках два человека погибли, тысячи ранены. При этом дончан, который только планирует летний отпуск, ситуация в Турции не пугает. Меня не смущает эта информация. Я как планировала ехать в Турцию, так и планирую. Тем более давно хотела, ни разу не была. И как мне сообщили, что безопасность в курортных регионах на высоком уровне, соответственно, я могу сделать вот, что мой отдых придет хорошо. И как в Турцию я планировала ехать, так и поеду. В Министерстве иностранных дел просят турагентов предупреждать туристов об опасности. Однако желающих посетить Средиземноморскую страну не уменьшилось. Количество рейсов и путевок в Анталию, Мармарис, Ялову и Булу также не изменилось, рассказывает Родион Шенкаренко. Обычно люди уже, когда приходят, они знают. Говорят, не появилось ли чего горящего. Потому что там уже какие-то волнения. Многие, наверное, отказываются. Люди так думают. Ну, хотя на самом деле мало кто. Эгейское побережье Турции, либо Анталийское, в частности Анталия, то абсолютно никаких происшествий, которые могли бы влиять как-то на отдых туристов. В стратегическом агентстве также отметили, что массовые беспорядки в стране не повлияли на стоимость отдыха. Елена Антонова, Роман Громняк, Георгий Жилич, Панорама. В Донецкой области из-за погоды уменьшится урожай пшеницы. Об этом рассказали аграрии. Быстрый переход от зимы к лету не дал укрепиться корням растений. Колоссия не успели полноценно развиться. Какими могут быть потери, узнавала Екатерина Павлова. Жаркая и сухая весна плохо повлияла на посевы пшеницы, рассказала агрометеоролог Анна Сологуб. В марте и апреле температура воздуха была на 2-3 градуса выше нормы, а в мае пришла летняя жара. И такой температуры за последние 30 лет не наблюдалось. Практически не было осадков. Такая погода способствует высушиванию, быстрому высушиванию всего. В частности, та влага, которая была у нас накоплена за зимний период, она быстро испарялась. Наталья Аверкеева ждет обильных дождей несколько недель. Из-за жаркой весны колоссия начали высыхать на 2 недели раньше обычного. Теперь собирать урожай придется не в середине, а в начале июля. И пятая часть зерна будет потеряна, беспокоится женщина. В этом году, как никогда, необычная была пшеница. Очень хорошо было. В зиму вошла хорошая, зима хорошая, весна хорошая. Мы в этом году ожидали богатый урожай. Но, к сожалению, понимаете, резкая засуха, жара. Пшеница, конечно, для пшеницы это очень плохо. В сухой почве растениям трудно питаться. Развиваться полноценно колоссия не могут, объясняет Наталья. Если погода в ближайшее время не изменится, зерно можно будет использовать только в качестве корма для животных. То, что колосс сейчас, он есть, как бы колосс, да, красивый колосс, вроде неплохой. А будет жара, не будет дождя, оно просто-напросто высохнет. Это просто будет полова. А пшеничка там в середине маленькая-маленькая, щупленькая. Дожди на этой неделе будут ежедневно, прогнозируют донецкие синоптики. Но только кратковременные. И по территории региона они пройдут неравномерно. Наталья Веркеева говорит, этого будет недостаточно, чтобы сухая почва пропиталась влагой. Аграрии и синоптики говорят, что в ближайшие дни полям нужны не кратковременные ливни, а стабильные дожди. Иначе область может потерять до 30% урожая. Екатерина Павлова, Евгений Красюков, Панорама. Маковая плантация в одном из частных домов в Донецком. Такие посевы обнаружили правоохранители в Пролетарском районе. В милиции рассказали, хозяин мака состоит на учете в наркологическом диспансере. За выращивание мака подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Данный мак был изъят в количестве 664 растения, направленные на экспертизу. Данное количество мака является крупным размером. По данному факту сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Два разбойных нападения и ограбления всего за пару часов. Славянский мужчина напал на трех женщин. По словам правоохранителей, угрожая ножом, он отбирал золотые украшения и личные вещи. Задержать подозреваемого помогли камеры наблюдения. По словам правоохранителей, грабителем оказался житель Луганской области. Он находился в розыске по подозрению в других преступлениях. Если вину докажут, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Он, находясь в салоне автобуса, при выходе на остановке химик, сорвал цепочку с женщиной, после чего скрылся. По истечению часа он, по указанным приметам, тот же фигурант совершает еще два преступления, более тяжких. Разбойное нападение с целью завладения сумочкой одной из потерпевшей. И впоследствии забрал золотое кольцо, цепочку и подвеску второй женщины. Выездные кассы и отключение должников. Так, в Макеевке поставщики воды намерены бороться с нерадивыми абонентами. На сегодня жители города недоплатили компании «Вода Донбасса» 20 миллионов гривен. У Анастасии Незавец долг заводу 300 гривен. Половину суммы женщина уже оплатила. Рассказывает, что безработная, поэтому погасить задолженность сразу не может. Ну, нет возможности заплатить, потому что я недавно вышла из декретного отпуска. Пособие получаю на двоих детей только 600 гривен. А мне надо заплатить за воду. Хозяина этой квартиры дома не оказалось. Он должен водоканалу 580 гривен. Не плательщика, а контролеры отключают от водоснабжения. Включай там. Включил. Еще раз щелкать. Сегодня заплатить за услуги водоснабжения жители Червоногвардейского и Центрального городского районов могли рядом с домом. Там работали выездные кассы. Одну из них организовали в здании «Ксона». 12.22. На показания 188. Вам запомнить квитанцию? Удобно, что мне никуда не ехать. Что тут вот рядом, прошла, узнала. Все как порядок. Не порядок, доплатила. Все как положено. Ну, оплатила человек, возможно, 6-7. Я особо не считаю. А сверлились намного больше. Много людей. Думаю, да. Думаю, сейчас они друг другу расскажут. Будет уже больше. Общий долг населения с заводоснабжения – 20 миллионов гривен. Больше всего не плательщиков в советском и горняцком районах. Увеличение уровня оплаты населения за предоставленные услуги, за водоснабжение, может в дальнейшем рассматриваться руководством компании «Вода Донбасса» к увеличению графика подачи воды. Коммунальщик рассказал, что рейды по должникам будут проводить ежедневно, а выездные кассы организуют во всех районах Макеевки. Ольга Сопронова, Инга Лапикова, Евгений Сосоев, Панорама. Самодельное авто с дизайном суперкара. Дончанин на основе «Жигулей» создал современную спортивную машину. Виктор Филоненко совершенствует автомобиль уже 30 лет. Что за это время удалось сделать, видели наши журналисты. Таким, как сейчас, автомобиль стал около пяти лет назад. Двери открываются автоматически. Кузов сделан из автомобильных крыш, купленных в магазине. Главное – дизайн, говорит Виктор. Его он придумывал сам. А вот двигатель, рулевую систему и тормоза взял от восьмой модели «Жигулей». Двигатель «Жигулевский». Здесь переднеприводные. Вот облицовка у меня. Она с воздушного фильтра «Камаза». 30 лет назад Виктор закончил первую модернизацию этого автомобиля. Тогда он выглядел так. В Советском Союзе машины были похожими. А ему хотелось создать что-то красивое, объясняет мужчина. Авто он назвал Викторией. О ней писали в газетах и книгах. Двери открывались вдоль. Вверх вдоль, как гильотина. Вот так вдоль. Когда развалился СССР, развалилась и та внешняя вещь. На своей машине Виктор объездил весь Советский Союз. Не раз участвовал в автопробегах. Виктор рассказывает, когда едет по городу, вслед его машине оборачиваются, фотографируют. Если остановится, подходят с вопросами. Интересно стало, увидел и подъехал. И посмотрел. Хорошенькая. Ну, в полном смысле. Есть что-то такое интересное в ней. Виктор свою машину идеально не считает. Говорит, если бы был доволен на 100%, перестал бы развиваться сам. А его девиз – никогда не останавливаться и учиться новому. Ростислав Сысоев, Екатерина Павлова, Руслан Новиков, «Панорама». Времена не выбирают, в них живут и умирают. Фотовыставка с таким названием открылась в Донецке. На аллее за памятником Шевченко 40 стендов с фотографиями послевоенного периода. Все работы – фото корреспондента Бориса Виткова. Открытие экспозиции приурочили к 90-летию со дня рождения автора. Ну, тут все уникально. Это история, понимаете. Как бы мы не хотели, жизнь начинается с фотографии и заканчивается фотографией. И нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы не была задействована фотография. Голубая вода и белый песок в 20 минутах езды от Донецка. Как открывали летний сезон в Авдеевке, смотрите в проекте «Донбасс.Лайф» после панорамы. И на этом пока все. Больше информации в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова